МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Терина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Дышите глубже, как сохранить душевное равновесие в ситуациях постоянного стресса. Зеркало души. В художественной галереи открылась выставка Людмилы Патиной. Кубок мэра. Воспитники Икара победили на соревнованиях в Сергаче. Далее расскажем по всем подробно. В российских магазинах и торговых сетях достаточные запасы социально значимых товаров, так как 90% их объема производится в России, сообщает Минэкономразвитие. Правительство разработало меры поддержки торговли и агропромышленного комплекса, которые позволят участникам рынка сдерживать цены на продукты массового спроса. Механизм государственного регулирования цен на социально значимые товары применят только в крайнем случае. При необоснованном росте цен, сообщил глава Минпромторга Денис Манторов. Минпромторг готов оперативно разработать меры обеспечения свободы торговли, сняв избыточные ограничения для ярмарок, рынков и мобильной торговли. Сегодня главная задача ведомства в сфере промышленности обеспечить работу заводов и фабрик. Фонд развития промышленности получит дополнительную поддержку. Что касается импортозамещения фармацевтики, то там идет работа над снижением зависимости от биологических и химических субстанций, сырья и оборудования. Россия готова переориентировать экспорт удобрений при продолжении проблем с логистикой. Также Денис Манторов сообщил, что решено временно ограничить поставки удобрений на внешние рынки, поскольку некоторые партнеры создают проблемы, связанные с логистикой и отказами от российских грузов. В данный момент перевозчики перешли на ежегодную профилактику и ремонт оборудования. Коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретут нашу продукцию, подчеркнул министр. Спокойствие только спокойствие, как не поддаться панике и сохранить душевные равновесия в непростые для всех времена. Наша съемочная группа обратилась за советом к психологу Наталье Ямышовой. Последние два года спокойными не назовешь. Новый страшный вирус, пандемия, самоизоляция. И только мы, казалось бы, начали привыкать к новому образу жизни, ношению масок, социальной дистанции, ограничении массовых мероприятий, как мир вокруг нас снова начал стремительно меняться. Ситуации на Украине. Санкции, валютные скачки. Люди лихорадочно глотают новостные сводки в попытке осознать новую реальность, в которой мы все с вами оказались. И со страхом смотрят в завтрашний день. Все это у многих вызывает целый коктейль разных, порой самых противоречивых эмоций. Как уберечь свое психоэмоциональное здоровье в период такой сильной информационной бури. Вот сейчас непростой период. Как с волнением, с переживанием, с тревогой? Спорт, наука. Спорт, наука, все. Общение с людьми. Нам некогда стрессовать, потому что у нас очень много пар, и мы как бы не успеваем переживать. И много вашей работы, да. Просто вот и все. Что посоветуете, как вы справляетесь? Думайте, хорошо. Боя нехожу. Помогает? Помогает. Страх, тревожность, неуверенность и другие негативные эмоции, которые многие испытывают сейчас, здоровая реакция человека на происходящие события, считает психолог Наталья Мышова. В такой ситуации важно уметь слышать себя, свой организм, знать предельный уровень психологической нагрузки. У каждого человека есть предел. Есть предел нагрузки. И надо его свой предел знать. Для кого-то он весь день будет в соцсетях сидеть и, собственно, нормально выдержит, да, весь этот поток, как обстанка у горох. А для кого-то, ну, не знаю, несколько таких больных тем, и все. И человек впадает уже в состояние травмы. Вот. И нужно знать свои особенности. И даже если мы их не знаем, все равно заботиться о себе. Информационный детокс сейчас один из самых действенных способов борьбы со стрессом. Ограничьте для себя просмотр новостей и отведите для этого, например, час в день. Если взрослые с трудом ориентируются в новостной сводке и порой утопают в трясине фейков и эмоционально окрашенных статей, детям и подросткам найти зерно истины в информационном мусоре практически невозможно. Ребенок пребывает в состоянии неизвестности, что вообще происходит. Было все нормально, да, и вдруг вот началось, какие-то выяснения начались. И точно так же, вот как приходят ко мне люди, я консультирую ситуацию развода, да, очень важно детям объяснить, что происходит. Объяснить без каких-то тонких политических нюансов, без каких-то сложных терминов. Объяснить, как вы это понимаете, спокойно, да. И самое главное – поддержать, что мы рядом, мы родители рядом. Важно в такой ситуации не пренебрегать помощью специалистов. Сейчас работают бесплатные линии психологической помощи. Для взрослых – 8 800 631 14. Для детей – 8 495 624 60 01. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России. Теперь россияне смогут пользоваться только бесплатным контентом. То есть нельзя больше покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Для существующих платных подписок следующий платеж не будет обработан. После истечения периода подписки пользователи потеряют доступ к ней. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 966 километров автодорог будет отремонтировано в Нижегородской области в ближайшие два года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. «В декабре прошлого года мы заключили контракты на ремонт. По этим контрактам авансы уже выданы. Благодаря этому подрядчики обеспечили себя запасом материалов. Скоро начнем работы», – отметил Глеб Никитин. Также он напомнил, что в регионе реализуют крупные проекты дорожного строительства развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде и южного обхода Арзамаса. По основным направлениям стройка идет с опережением. Авиавласти России в очередной раз продлили ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны, и запрет будет действовать до 20 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник Минтрансе. Так, по информации собеседника агентства, действующее закрытие воздушного пространства на юге страны продлится до 20 марта, до 3 часов 45 минут по московскому времени. Ранее режим закрытия неба на юге России продлили до 14 марта. До этого Росавиация уже приостанавливала полеты в 12 южных аэропортов до 2 марта. Федеральная налоговая служба России приостанавливает блокировку счетов должников до 1 июня для снижения рисков неплатежеспособности, связанных с ущербом в результате введения санкций. Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за ограничений, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания. Напомним, что ФНС с 9 марта приостанавливает инициирование процедур банкротства должников. Приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков будут искать решения для сохранения бизнеса. Напомним, в Нижегородской области создан координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Распоряжение о создании штаба подписал губернатор региона Глеб Никитин. Коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией. В состав коррштаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. «Зеркало души» в художественной галерее открылась выставка Людмилы Патиной, художница-уроженка нашего города. Ее работы постоянно экспонируются в Сарове, Нижнем Новгороде, Москве, Арзамасе и Заречном. На открытии выставки побывала наша съемочная группа. Королевские розы, скромные ромашки и люпины, майская сирень и черемуха, тюльпаны и пионы. Зал художественной галереи превратился в цветущий сад. Персональная выставка Людмилы Патиной «Зеркало жизни» словно так и зовет весну. Экспозиция – это более 80 цветочных натюрмортов саровского художника. Вот эта выставка родилась благодаря Ольге Валентиновне, потому что я уже совсем не планировала делать выставку, оно хлопотно. Но в этот раз получилось очень неожиданно. Оля большой профессионал, она приехала, все забрала с Константином и увезла. Большинство картин написаны маслом. Людмила Патина считает, что маслом более широкая палитра, а для цветочных натюрмортов это самое лучшее решение. «Зеркало жизни» – такое название носили и другие выставки художника. В цветах Людмила Патина видят отражение человеческой жизни, рождение, цветение и увядание. Также и за каждой картиной стоит кто-то, кто однажды ее вдохновил. Картинки, они просто отражают определенные этапы, наверное, впечатлений. Кто-то подарил цветы. Вот буквально каждая картинка, она связана с каким-то определенным человеком. Если я зациклюсь на этом человеке, я им просто картинку отдаю, потому что понимаю, что она не моя. Поэтому это как бы зарисовки жизни. Персональная выставка Людмилы Патина и «Зеркало жизни» продлится в художественной галерее до начала мая. Подробную информацию можно получить по телефону 702-87. Воспитанники спортивной школы «Икар» стали обладателями трофея традиционного турнира «Кубок Мэра», который ежегодно проходит в Сергаче. На протяжении трех дней восемь команд из городов Нижегородской области вели борьбу, а в Международный женский день определились победитель и призеры турнира. В марте юные футболисты спортивной школы «Икар» посетили «Сергач», где в течение трех дней соревновались с другими командами Нижегородской области за «Кубок Мэра». У этих соревнований статус традиционных. 15 лет назад тренер Алексей Серебров принял участие в первом турнире, и теперь его команду «Икар-2010» пригласили на юбилейный 15-й турнир, где мальчики заняли первое место. Мы, конечно, стараемся детей вывозить на турниры, но, тем не менее, первых мест не так много в ихней карьере было. Это одно из них, и я за них очень рад. В турнире приняли участие восемь команд. Саровчане сыграли с «Чайкой» из «Перевоза», с «Сергачом-2» и одержали техническую победу над командой «Воротынец». После группового этапа в финале «Икаровцы» встретились с «Сергачом-1». Первый тайм полностью проиграли вообще. Проигрывали 2-0, но во втором тайме смогли перейти в атаку и забили четыре мяча и вышли в финал. В финале мы встретились с командой из «Княгинина». Команда была очень хорошая, сильная атака у них была очень. Почти весь матч на табло держались сухие нули, но под занавес встречи хлестким ударом со средней дистанции и саровчанин Александр Климов забил гол и принес своей команде победу. Эмоции были радостными, кричали, никто не верил, мурашки были в финале. Залог такого успеха – постоянные тренировки. Занимаются мальчики шесть раз в неделю, в среднем около двух часов. Тренировки включают в себя в том числе силовые упражнения, отработка ударов, челночный бег и упражнения для развития скорости, ловкости и растяжку. Есть даже элементы баскетбола, но главное для юных футболистов – командный дух. Для многих спортсменов ИКАР стал вторым домом, а игроки команды – лучшими друзьями. Я люблю очень свою команду, и мы с ребятами очень давно играем, и у нас уже с ними связка. В планах команды посетить соревнования в Муроме 20 марта. Есть вызов и на турнир в Мордовию. Кроме того, ИКАР-2010 примет участие в летнем первенстве Нижегородской области по футболу и первенстве южных районов региона в зоне Арзамас. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 15 марта там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры и северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» до 15 марта с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. В студии работали Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.